Это нужно не мертвым, это нужно живым. Продолжается расследование преступления. Пока ключевой версией остается следующее. Псих-одиночка социопат отомстил однокурсникам и всему миру за свои якобы унижения и обиды. За работой сотрудников следственного комитета наблюдал Дмитрий Кулько. Он забрал все фотографии. Это детская фотография, единственный снимок с Росликовым, который он не уничтожил перед тем, как пойти на расправу. Не нашел. В комнате у бабушки. После случившегося она еле стоит на ногах. Недавний рассказ внука о возможностях интернета у 76-летней пенсионерки теперь не выходит из головы. В компьютере там написано даже все сборки, какие детальки надо, все. Даже бомбу можно сделать самому. Так все, говорит, там подробно все написано. Ничего сложного нет, были бы деньги-то. По оценкам экспертов, эти самодельные взрывные устройства на фотографии действительно могли быть кустарно собраны по одной схеме. Но куда сложнее найти компоненты. По одной из неофициальных версий, убийца использовал взрывчатое вещество, вынув его из снаряда времен Великой Отечественной. Но даже это без снаровки сможет не каждый. Практика показывает сделать их настолько удачей, чтобы с первого раза они были применены и произвели взрыв, и поражающие элементы разлетелись. Для этого требуется как минимум тренировки. Версия о том, что Росликову помогали готовиться к нападению, по-прежнему не сбрасывается со счетов. Но выводы пока делать рано. Следователи продолжают работать в здании колледжа. Берут пробы, фиксируют повреждения на стенах. Путь убийцы в тот день уже изучен пошагово. Во всеоружии он ехал в общественном транспорте через весь город. Камеру снимали, камеры у наших ребят. Говорят, что с рюкзаком ехал до училища. И как-то ружье так спрятал? Ну, вроде, там, говорят, небольшой рюкзак у него был. Ну, оно, наверное, разлаживается. Росликов шел на массовое убийство по этой дорожке вдоль колледжа. Это попало на кадры с камер видеонаблюдения. Правда, на записи не видно, вошел ли он в здание через главный вход. Есть информация, что убийца пронес арсенал через другой выход, который обычно закрыт. Его видели на первом этаже. Ждал, когда закончится пара. Вероятно, после этого оставил взрывное устройство в буфете и поднялся в туалет в учебном корпусе, чтобы переодеться и зарядить ружье. Во время большой перемены, когда в буфете собралось много людей, раздается взрыв. А Росликов хладнокровно расстреливает на втором этаже детей и преподавателей. Нападавший продумал даже точки, с которых будет вести огонь. По словам студентов, он ждал их у лестницы. Он рассчитывал, скорее всего, на то, что в панике и в состоянии душевного волнения эффекта сотрудники и учащиеся начнут быстро покидать здание по лестнице. Поскольку в крыле, где он вел стрельбу четыре этажа с учебными аудиториями, то он именно на этой лестнице решил остановиться, чтобы как можно больше жертв оставить после себя. Весь арсенал он не израсходовал. Вероятно, чтобы успеть закончить задуманный сценарий, застрелиться в библиотеке. Для этого по переходу идет в другой корпус и спускается на этаж ниже. Что происходило в голове 18-летнего студента, поможет установить психиатрическая экспертиза. Посмертная. Это когда составляют портрет по опросам знакомых. Надо можно понять, что явилось сегодня толчком, именно сегодня, чтобы это произошло. То ли это какой-то график план, когда он наметил заранее, да, вот именно сегодня произойдет. То ли это спонтанное, какой-то толчок. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в первую очередь обратить внимание на ситуацию в семье и в кругу общения убийцы. Его родители уже много лет в разводе. Отец, которого Владислав навещал по выходным, не может поверить случившееся. Он застрелился. Выстрелился в голову. Как мне сказали. Без меня 8 лет жили. Хоть и мертвый он, я его люблю. Он мой кровинушка, мой родной сын. Я мечтал о нем. Игорь Росликов инвалид. У него травма головы. По словам соседей, мужчина устраивает пьяные дебоши в подъезде. Иногда выпивал. Ему пить нельзя было. Он иногда и дебоширил. Ну, в каком плане. Он стучался к родителям в дверь. Видимо, они закрывались. Может, боялись его. Потому что, я же говорю, он немаленьких размеров. Крупный такой. Бабушка считает, что мама Владислава, которая состоит в секте, сильно давила на сына. Во всем видела грех. Например, запрещала дарить подарки на Новый год. Сейчас женщина находится в психиатрической больнице. Детская радость. У него было очень мало. У меня такое ощущение, что у них вместе не было контакта такого. Трагедия одного ребенка, стоившая 20 жизней. И еще одной его собственной. Но кто сейчас решится искать оправдание жуткой бойни? Психологи говорят, несчастье легче пережить, когда есть объяснение. Но в этой истории любое все равно будет за гранью. Дмитрий Кулько, Вячеслав Черешко, Гурам Розилов и Нина Хорева. Первый канал. Керчь.